Японию ждут 10 лет кошмара, если верить в последнему прогнозу. Землетрясения в стране не прекратятся как минимум до 2020 года. Такой прогноз сделали эксперты геологической службы США. Печальным подтверждением этих слов стали новые подземные толчки опять в провинции Фукусима. Наш коллега Мария Киреева о том, не исчезнет ли Япония с лица земли. Да, Маша и Миша, добрый вечер. Действительно, в Японии сегодня опять наблюдалась серия землетрясений. Однако Япония это не самое, я бы сказала, небезопасное место в этом отношении. Вот, например, недавно остров Нью-Мур, за который 30 лет спорили Индия и Бангладеш в Бенгальском заливе, совсем ушел под воду. Мы сейчас, к сожалению, показываем не совсем те картинки, которые нужны. Для начала я бы хотела на карте показать, где находятся эти острова, которые собираются исчезнуть под воду. Так вот, этот самый остров Нью-Мур находится вот здесь, в Бенгальском заливе. Факторы повышения исчезновения земли под водой, на самом деле, их три. Это первый рост уровня Мирового океана, который в среднем составляет всего лишь 5 миллиметров. Однако, по прогнозам, если такая тенденция сохранится и потепление будет способствовать его росту, то к 2100 году уровень может подняться более чем на 1,4 метра. Таким образом, из районов подтопления придется переселять порядка 200 миллионов человек. Ну и теперь давайте все-таки посмотрим на те территории, которые реально могут оказаться затопленными. В первую очередь, это целая республика Кирибати, вот здесь вот, в Полинезии. Туда же попадает и республика Тувала. Президент республики уже предложил своим жителям переселение. Ну, собственно, переселить придется порядка 100 тысяч человек. Казалось бы, не так и сложно, но здесь встают вопросы, проблемы при суверенитете этого государства. Если президент задумался купить землю, например, в Австралии, то как же там будет заседать, собственно, правительство абсолютно другого государства? Еще одной такой горячей точкой в этом смысле являются, конечно же, всеми любимые курорты Мальдивы и Сейшелы. В общем-то, у них, конечно, в этом отношении денег побольше, однако их территория в большинстве своем лежит ниже отметки в полтора метра. Таким образом, они тоже рискуют быть затопленными. Еще один курортный регион, который подвергается также наступлению океана, это Индонезия. Интересным фактом является то, что во всех школьных учебниках сказано, что Индонезия – самый крупный архипелаг, состоящий из 17 тысяч островов. Однако, по данным Министерства окружающей среды Индонезии, сейчас участков, окруженных водой в Индонезии, всего лишь 14 тысяч. Куда делось, соответственно, 3 тысячи островов, на самом деле непонятно. В Австралии также уровень роста океана сейчас составляет 8,6 миллиметров. В этом отношении в рискованном положении находится западное побережье, а именно и Мельбурн. И, конечно же, США, Нью-Йорк, Нью-Джерси тоже остается под ударом. Здесь тоже территория находится ниже отметки одного метра. Ну и, безусловно, мы должны сказать о Голландии, в которой 3 четверти всей территории страны находятся сейчас уже ниже уровня моря. Что же будет, когда уровень мирового океана поднимется еще на метр? Видимо, всем придется переезжать в Россию. И, конечно же, нельзя не сказать о Китае, в которой большая часть населения сосредоточена в прибрежной зоне. Так что, если прогнозы метеорологов и климатологов оправдаются, то, боюсь, что больше, чем 200 миллионов человек придется подвергнуть переселению. Миша, Маша. Спасибо, Маша. Это был наш метеоролог Мария Киреева с рассказом о исчезающих странах.